Решкодоводы с вами Стас Энн и новость со Шкода Поли. Наконец-то Шкода представила нам Шкода Эньяк, это ее первый полноценный полноприводный кроссовер. Начнем с моторов, самое интересное. Базовый Эньяк 50 будет развивать мощность электромоторов с 148 лошадных сил и 220 метров. Он сможет проехать на одном заряде 340 километров и динамика до 100 у него 11,7 секунды, не густо. Далее Эньяк 60, 179 лошадных сил, 310 ньютонов метров, пробег на одной зарядке 390 километров, динамика 8,7 секунды, не густо. Далее Эньяк 80, 204 лошадные силы, 310 ньютонов метров, пробег на одной зарядке 510 километров, динамика 8,5, не густо. Любая Шкода А7 на 1,4 объедет этот чудо-мега электрокроссовер. Самая простая полноприводная версия Эньяк 80X будет обладать моторами в 265 лошадных сил и 425 ньютонов метров, динамика 6,9 уже бодрее. И спортивная версия Эньяк РС 306 лошадей, 460 ньютонов метров, 6,2 секунды до сотни. Пробег на одном заряде батареи 460 километров. Как бы более-менее, но есть еще такой нюанс. Эреска может таскать за собой прицепы массой до тонны 400 и уже может разгоняться не до 160, как все Эньяки, а до 180. Эньяк у нас мечта любого РНБ певца, потому что у него экран центральной консоли 13 дюймов. Больше нельзя, потому что потом уже не будет видно дороги. Фары у нас светодиодные перед зад. Для богатых можно заказать матричные фары. Они шикарные, уникальные. Не только не слепят стречку, но и убирать блики от тех, от кого они отражаются. Это от пешеходов и от знаков. Можно пешехода не увидеть, получается. Фары шикарные. В моем разговоре с одним владельцем Skoda A8 он подтвердил эту информацию, я тоже как бы это предполагал. Очень классные фары, шикарно светит. Дальний свет не выключается, потому что стречку не ослепляет. Но цена вопроса около 100 тысяч рублей. Отдельно брать фары надо брать пакетами, в пакете будет дешевле. Далее, система безопасности. Стандартная система безопасности, как у всех новых Skoda. Это начинает с FL, Kodiaq, Karoge. При столкновении, если машина понимает, что возможно будет столкновение, она понимает это по радару, по вашему поведению, рулежке, торможению. Она занимается преднатяжением, ремнем безопасности закрывает, стекла, люки, готовится к ДТП. Потом в случае ДТП она откроет вам двери, перекрыть подачу топлива. Но в электрокаре это бессмысленно. Также в электрокаре в этом предусмотрена система такая же безопасности при попытке опрокидывания автомобиля. Данный автомобиль оборудован системой маневра уклонения, который поможет вам более легко уйти от препятствия спереди, которое внезапно возникло. Но как это все сделать на вашем автомобиле, я уже давно рассказал. Суть его такова. В этот момент на максимальное значение активируется электронный дифференциал, рулевая рейка переходит в спорт режима, чтобы было максимальное уклонение и максимально активируется на максимальное значение системы стабилизации. Все это я уже сделал в моем автомобиле. Кроме спортивной рейки я делал места. У меня достаточно спокойной езды на такой рейке, как у меня есть в стандартном режиме. Все это есть на канале. Активируйте себе. Я уже один раз проверил. Система работает четко в одной гонке. Когда передедущий автомобиль решил почему-то свернуть через сплошную налево и припарковаться, пришлось сделать маневр уклона направо. Хотя там была машина справа, мы ее аккуратно обогнали. Все удачно. Маневр прошел резко. Тормозились, поорали, разошлись. Все нормально. Далее автомобиль может заниматься автопарковкой, как параллельно, так и перпендикулярно по управлению телефоном, по управлению человека со смартфоном. Также он запоминает, где уже это было и потом может сам это сделать по памяти. Это поможет тем, кто хочет знать, где была его жена, где она там плохо парковалась, машина запомнится, мама все это расскажет. В стандартной системе комплектации у нас двухзонный климат-контроль, мультируль с кожей, хорошая мультсистема, смарт-линк, цифровое радио, различные порты зарядки, беспроводная зарядка, цифровая приборка. Пере переходим на следующий уровень, появляются камеры заднего вида, датчики парковки в круг, подогрев руля и более мощные зарядки для ваших беспроводных зарядок телефонов. У меня такого нет, поэтому мне это без разницы. Можно добавить также подрульные лепестки, которые будут управлять лично системами вашего автомобиля. Далее, Skoda хвастается своей чудо-решеткой радиатора Crystal Face, в которую монтированы 130 светодиодов, и когда вы ночью будете ехать, у вас будет морда светиться, как у фуры из Coca-Cola. Потом вам дети возле подъезда все эти светодиоды выкрутят. Размер автомобиля. Колесная база длинная, 2 метра 76 сантиметров, длина самого автомобиля 4 метра 64 сантиметра, ширина 1 метр 87, высота 1 метр 61. Хорошие габариты, машины похожи на Toyota Avenza, точнее, похожи на продукт любви BMW X5 и Toyota Avenza. Они полюбили друг друга, и получилась у них Skoda In-Yacht. Далее, у нас такие же большие колеса 18 и 21 размера. Коэффициент агнического сопротивления 0,27, что является хорошим показателем для кроссоверов. Салон у нас шикарный, Skoda превзошла себя в этом параметре. Доступны различные возможности оформления салона, вплоть до очень сильно любящих экологию, материалы из переработанных бутылок. В машине забешенные цены. Цена автомобиля позже. Стандартный выбор дизайна для In-Yacht 50. Это лаконичный дизайн студио. Стандартный дизайн для 60-ки. Вариант лофта, вдохновленный современными домашними, квартирный для молодых семей. Особенностью лофта является двухцветный дизайн приборной панели. Lounge – это выбор дизайна, ориентированный на экологичность и инновации. Lounge – ретворяет качество и эксклюзивность. Selt и EcoSelt – это классический роскошный дизайн деталей. RS Lounge DC Genselection версии RS подчеркивает спортивный характер автомобиля. А также опциональный RS Style излучает динамический, элегантный дизайн. В дополнение к этому варианту существует еще 10 топ-пакетов, которые помогут вам по полной программе подстроить под себя ваш In-Yacht. Также будет спец-версия, приурочена к 125-летию Skoda. Будет выпущено чуть больше 1800 экземпляров. Каждая версия будет пронумеровано. И будут таблички Found Edition. Simple Clevo также присутствует в этом автомобиле, как Skoda, без Simple Clevo. У нас также будет зонтик в двери водителям. Скребок от льда не смогли закрепить в лючке бензобака, потому что у них нет бензобака. Поэтому скребок для льда теперь у нас в задней двери. Также у нас в багажнике существует файш-пол, где вы можете прятать кабель зарядки от вашего In-Yacht. В багажнике у нас 585 литров, насколько я помню, чуть-чуть меньше, чем у Kodiaq. Сам автомобиль чуть меньше Kodiaq по размерам. Новая платформа MAP позволяет сделать ровный пол и множество различных ящичков для вашей поклажи. Под локотиком на 62 литра секретный контейнер. И также есть в центральной консоли контейнер размером 11,4 литра для вашей поклажи. Через огромный экран Columbus можно пролять всеми системами автомобиля через Skoda Connect и при помощи Laury, которая понимает множество языков и жестов. Приборка Uniaq 5,3 дюйма. Кому это будет мало, существует за доплату проекция на лобовое стекло, которое двухъярусное. В нижнем ярусе у нас отображаются различные знаки скорости, предупреждения. В верхнем ярусе отображается у нас навигационная инструкция водителю, как куда ехать на уровне глаз уже. Для зарядки этого автомобиля по Европе раскиданы 195 тысяч зарядных станций, но не все так просто. Чтобы заряжать ваш автомобиль дома, вам придется купить зарядное устройство для вашего Uniaq. Существует три версии зарядного устройства, простая, с Wi-Fi и продвинутая на удаленном управлении. Ну вот такой момент. Вашему Uniaq потребуется на зарядку от 6 до 8 часов. Это в простой версии, 11 киловатт. И если у вас супер-мега-пупер зарядка, 82 киловатта, она зарядит ваш электромобиль с 5% до 80 за 38 минут. И теперь самое интересное, стоимость автомобиля. В самой простой версии, 50-ки, Uniaq будет стоить 44 тысячи евро. В переводе на русский и деревянный это 3 миллиона 970 тысяч. Плюс как минимум 800 тысяч рублей за растаможку, если вы захотите привезти себе из Чехии этот электрокар. И итого получается за самую простую версию 4 миллиона 700 тысяч рублей. Нехило, да? Но машина, как сказать, визуально симпатичная, внешне прекрасная, внутри интересная и, главное, для мира экологичная и безопасная. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания. И у нас в нашем пальце наша Skoda A8. Это, по-моему, может нам быстрее заполучить Skoda A8 в нашу личную эксплуатацию и на ваши тесты. Субтитры сделал DimaTorzok